Чудесные мгновения ждут горожан в музее ПНТЗ, где открылась новая выставка. Здесь представлена живопись, роспись по ткани, а также изделия, выполненные в технике Папье-Маше и других. Авторы работ – воспитанники и преподаватели творческой мастерской «Вдохновение». Наш корреспондент Лейла Алиева, одной из первых, побывала на выставке. Эта работа – простор для фантазии. Каждый может увидеть в картине свой смысл и не ошибется. Снежана на чапке написала ее с картины другого художника. Цели сделать точную копию не было. Наоборот, меняла на свой взгляд и настроение. Я назвала ее «Путаница», потому что картина действительно запутанная такая в мыслях. Девушка пытается разгадать свои какие-то проблемы, решить. На создание этой причудливой картины еще семи. Работу художницы ушел год. Написала бы больше, но на свободное творчество остается слишком мало времени. Ведь все силы Снежана отдает юным дарованиям. Результат «Маленьких творцов прекрасного» сегодня тоже в выставочном зале. Их не очень сложно делать. Просто надо научиться пальцами работать, чтобы легче было. Художественная лепка, роспись, живопись, батик и папье-маше. На выставке более 150 работ в различных техниках. Работа, конечно, впечатляет. И детские впечатляют работы. Да все работы хороши. Я уже предложила устраивать аукционы. Погрузиться в мир искусства, испытать все чудесные мгновения желающие могут до конца октября. А пока сотрудники музея ПНТЗ совместно с другими талантами Первоуральска готовят для зрителей новые проекты. Давно у нас уже готовится Николай Креницын. Это будет выставка, посвященная юбилею города. Индустриальный пейзаж, городской пейзаж. Завершится год рождественской сказкой. Праздничная выставка у Первоуральцев стала одной из любимых. Поэтому ее сделали традиционной. Тематический проект пройдет уже в 20-й раз. Лейла Алиева, Евгений Шилов, Служба народных новостей.